МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сан-Демо в 1920 году. Ашот Арутюнян. Шуши – символ армянской истории, культуры и мужества. Ашот Арутюнян. Сентябрьская война 2020 года – последствия нападения на мирные населенные пункты Арцаха и опасности неусвоения уроков. Магерь Арутюнян. В ближайшие дни начнутся работы по капитальному ремонту в мемориальном комплексе геноцида. Последствия поиска работы вне Ахалкалаки, семейные разногласия и рост влияния России. Древний армянский лук и стрелы – символы богатого наследия. 60 конгрессменов США обратились к руководству страны с требованием привлечь Баку к ответственности за военные преступления. В преддверии климатического саммита КОБ-29, который должен состояться в Баку, они призвали привлечь Баку к ответственности за военные преступления, захват заложников и незаконную оккупацию территории Арцаха. Законодатели также настоятельно призвали Государственный департамент принять незамедлительные меры для обеспечения немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных, заложников и военнопленных, включая этнических армян. 24 апреля 1920 года в Сан-Рему Дэвид Плойд Джордж направил президенту США Вильсону проект, которым предложил обратиться к президенту Вильсону с просьбой, чтобы Соединенные Штаты приняли мандат для Армении в тех границах, которые указаны в проекте мирного договора с Турцией. Если Соединенные Штаты Америки не желают принять мандат президента Соединенных Штатов, просят выступить в качестве посредника в вопросе границ Армении, как указано в предлагаемой проектной статье. В мирный договор должна быть включена следующая статья относительно Армении, Турции, Армении и другие договаривающие стороны, согласно обратиться к президенту Соединенных Штатов с просьбой о подсредничестве по вопросу границ Турции и Армении, касающимся пилаэтов Эрзурум, Трапзон, Ван и Бетис, и принять его решение по этому поводу. Также любые условия, которые он предложит для выхода независимого государства Армении к морю. Нелишним будет отметить Шуши – неотъемлемая часть нашей армянской истории. На протяжении веков стала мощным центром культуры, науки и боевого искусства. Как и в тысячелетнем армянском мифе, крепость, благодаря своей силе защиты, стала символом мужества и стойкости армянского народа. Башни как бы намеком рассказывают не только о трагедиях, которые прошел наш народ, но и о его победах. Город Шуши, украшенный природными цветами, сегодня напоминает нам о силе наших корней и бесконечной красоте армянского народа. Великолепие церкви Амин Апаркич демонстрирует духовное богатство армянского народа всему миру. Шуши излучает новый свет на предыдущие 30 веков, призывая нас, армян, никогда не забывать о храбрости, которая привела нас к свободе. Призраки исчезнущих врат раскрывают эпизоды истории, окутанные туманом, что было и что будет. Тропинки, ведущие к отважным деяниям предков, это единственный путь из прошлого в настоящее и будущее. Обеспечим ли мы будущее армянского народа? Восстанавливая мозг, травмированный военными поражениями, мы переплетем наше настоящее прошлое, вновь открывая символы и черпая таинственные знания нашей культуры, истории и духа нашего народа. Мы отвоюем Шуши. Не забывайте о сказочном Шуши. В сентябре 2020 года враг атаковал мирные районы спящего Степанакерта, наслаждающегося воскресным отдыхом. Начался очередной этап агрессивной войны преступного режима Алиева против Республики Арцах. Защита границ Республики Арцах и Республики Армения потерпела неудачи из-за неподготовленности армянской стороны, несовершенства системы управления, некомпетентности военно-политического руководства и многих других причин. Тревожные и катастрофические последствия многочисленны, и я не буду их перечислять. Мы сталкиваемся с ними повсюду и каждую минуту. Однако я вновь обязана предупредить о рисках неусвоения уроков, повторения одних и тех же ошибок, сознательных или бессознательных шагов, ведущих к саморазрушению. Возможность пробуждения и выхода из спячки могут больше не появиться. В ближайшие дни начнется капитальный ремонт мемориала геноцида и прилегающей территории. Директор Музея института геноцида Эдита Гзуян отметила, во время строительства ремонта была игнорирована проблема дренажа, что привело к разрушению колонн мемориала и возникновению опасности обрушения. Работы по капитальному ремонту будут проводиться в два этапа. Завершатся до мероприятий, посвященных 110-й годовщине геноцида. Проект также включает улучшение системы орошения. Капитальный ремонт будет осуществлять компания БИДЕК. Технический и авторский контроль будут обеспечены. Сейфшин и Армпроект. В Ахалкалаке более половины семей имеют хотя бы одного хо-панчи, работника за границей. В основном это уехавшие в Россию мужчины. Их длительное отсутствие вызывает социальные и психологические трудности. 16-летняя жительная села Абул Клара Восканян рассказывает, вот уже 30 лет как мой отец уехал на заработки, и я часто по нему скучаю. Моя жизнь была бы ярче, если бы он был рядом. Последствия работы за границей ощущаются не только в семьях, но и в сообществе. Одна из жительниц села рассказывает, во время отсутствия мужчины им приходится обращаться к незнакомым людям, чтобы отремонтировать дом. Ситуация также влияет на социально-экономическую жизнь Грузии. Джабан Натте Надзе, председатель Совета Союза демократов МЭС, отмечает, массовый переезд трудовых мигрантов отдаляет молодежь от Грузии. Пропаганда из России распространяется по стране. Необходимо создать условия, чтобы люди могли найти работу и остаться на родине. Отсутствие мужчин также усугубляет семейные разногласия и усиливает влияние России в Грузии, что вызывает особую тревогу. Древние армянские лук и стрелы, датируемые 14-12 веками до н.э., являются не только военными инструментами, но и символами культурной и исторической идентичности Армении. Эти оружия напоминают о легендарном луке предка армянского народа Хайка и отражают военные навыки и мастерство древних армян. Лук и стрелы часто изображались на древних армянских монетах как символы силы и защиты. Их образы также встречаются на монетах других цивилизаций, что свидетельствует о влиянии Армении в этом регионе. Недавно опубликованная книга «Армянские символы на древних монетах Рима» освещает эту тему, подчеркивая важность армянских культурных ценностей в контексте древней истории. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!